Добро пожаловать на библейские занятия «Меч Духа». Их автором и преподавателем является старший пастор церкви Кентингтон Темпл и руководитель Лондон-Сити-Чорч Колин Дай. «Меч Духа» — это серия динамичных обучающих программ, предназначенных снарядить сегодняшнее поколение христиан в подготовке последующих учеников. Мы молимся, чтобы эти программы вдохновили вас и стали для вас своего рода катализатором для углубления познания Бога, личных взаимоотношений с Господом Иисусом Христом и близости со Святым Духом. Здравствуйте! Добро пожаловать на библейские занятия «Меч Духа» — это школа служения в Слове и в Духе. Наша тема — Царство Божье. Замечательное правление Бога в наших сердцах через Иисуса Христа верой. Мы с вами рассматривали вопросы физической жизни в Божьем Царстве. И этим я имею в виду. Мы говорили о том, как же нам вести себя в этом реальном мире. Да, действительно, мы являемся субъектами в Божьем Царстве. Это Небесное Царство. Но мы также являемся людьми, которые живут на этой земле. Нужно прожить свою жизнь. У нас есть наши обычные заботы, переживания, через которые проходят все люди. Но так как мы являемся частью Божьего Царства, мы делаем все это по-другому. Иисус говорит нам о том, что мы не можем служить и Богу, и Мамоне. Но здесь Он показывает нам, как нам нужно относиться к финансам. И мы служим Богу, мы служим Иисусу. Мы не служим деньгам или финансам. Конечно, нам нужны финансы для того, чтобы жить здесь. И Иисус, конечно, показывает нам, и чуть позже Он говорит об этом в своей проповеди, как это работает на практике, в реальности. Но сейчас Он больше обращает внимание на наше видение, то есть на что мы смотрим, на что мы ставим акцент и где наши приоритеты. Он говорит о том, чтобы мы собирали сокровища на небесах и не собирали себе сокровища на земле, потому что Он говорит, что где твое сокровище, там и сердце твое будет так же. Иисус говорит об этой мотивации нашего сердца, которая направлена к Нему, к Его Царству, а не к материальным вещам. Я думаю, что это большой вызов для последователей Иисуса по всему миру следить за тем, чтобы наши мотивы были не к вещам этого мира, и чтобы мы имели видение Его Небесного Царства. Итак, Иисус продолжает дальше, учит о хорошем видении и о плохом видении. Он говорит о глазах, если око твое доброе, если оно правильное, то все тело полно свет. Но если у тебя какая-то проблема со зрением, визуально, тогда свет не может дойти до тебя, ты его не видишь. И Иисус говорит, следите за тем, чтобы ваше видение было наполнено Божьим светом, Божьим откровением. И поэтому, говоря о таких практических вещах, то есть реальных, практических, задавая такие вот вопросы, Иисус разбирается вот с такими моментами. И мы будем эту тему дальше сегодня изучать. Я хочу, чтобы вы открывали свое сердце для света Божьего Слова, Божьей истины, чтобы вы могли возрастать в Божьем Царстве. Далее, в следующих стихах Иисус говорит о хорошем и о худом глазе или оке. Конечно, Он не говорит здесь это очевидно о физическом нашем зрении. Когда вы читаете эти стихи, для начала есть такое искушение подумать, что эти стихи, они как будто вне контекста, как будто они не там стоят и не соответствуют предыдущему и последующему учению Иисуса. 24 стих, здесь Иисус говорит о деньгах, а в 21 стихе предшествующем Он тоже говорит о деньгах. Похоже, что здесь как будто нужно обойти стих 22-23, то есть сразу с 21 на 24, посмотреть, если на тему, это потому, что мы не понимаем эту фразу «худое око». Через секундочку я коснусь этого подробно. Давайте прочитаем. 22-23 стихе Матфейши. «Светильник для тела есть око, если око твое будет чисто, все тело будет светло». Физическая иллюстрация, потому что глаз пропускает свет в твое тело физически, чтобы ты видел, куда тебе идти. Если у тебя болезнь, глаз, или ты слепой, то свет не попадает в твое тело. Это физическая иллюстрация, достаточно ясно, и нам она понятна. Если око твое худо, то все тело твое будет наполнено темнотой. Итак, он использует здесь слово «худое око», он использует эту фразу, что если глаз твой злой, здесь он говорит о деньгах. В 21-м стихе он говорил о деньгах и не перескочил потом на другую тему, что теперь тебе очки нужны в духовном плане. Конечно, можно это истолковать также, и в таком плане, когда ты говоришь о глазах, ты говоришь о том, какие у тебя намерения на самом деле. Когда ты фокусируешь свои глаза, свое видение на чем-то, это твоя цель, это твоя задача и направление. Но худое око означает плохие цели. Хороший глаз, хорошее око означает хорошие цели. Если ты видишь ясно и четко, тогда твоя цель будет сокровище на небесах. Если ты не ясно видишь, тогда твоя цель будет сокровище на земле. Итак, мы можем понять, что худое око означает плохие мотивы, злые намерения. Но фактически здесь еще сильнее смысл, чем вот такой. Я хочу, чтобы вы отметили это для себя. Трозаконие 15 глава с 9 по 10 стихи. Обязательно запишите это место. Трозаконие 15, 9, 10 стихи. Такая фраза здесь также есть. «Худое око» или «немилостивый глаз». Здесь говорится о положении в Древнем Израиле. Бог постановил, что каждые 7 лет, 7 год, будет год свободы от долгов. Все долги в Израиле отменялись. Кто из вас хотел бы жить в такой стране? Я обе руки подниму, чтобы каждый 7 год долги твои прощались. Он также говорит о том, насколько важно не отказывать, а давать в долг бедным, не взимая при этом процент. Вот в Древнем Израиле, и я знаю, что ты тут подумаешь. Говорит, кто-то подойдет к тебе, попросит в долг, например, что-то на ипотеку, когда прошло уже 6 лет и 11 месяцев в 7-летнем периоде. И он обращается с просьбой, ты знаешь, через 28 дней, то, что он просит тебя дать, да, давайте, не скажу, что это ипотека, ты одолжил деньги кому-то, помочь в какой-то ситуации, он у тебя занял, но ты знаешь, через 28 дней наступает период отмены всех долгов, и этот долг также будет прощен. И я знаю, что вы думаете при этом, он говорит, ты не захочешь одолжить деньги, потому что ты знаешь, человек не успеет выплатить и вернуть долг перед тем, как наступит этот год, когда долги должны быть прощены. И в 2-й законе 15, 9-й стих, он говорит так, берегись, чтобы не вошло в сердце твое беззаконная мысль. Приближается 7-й год, год прощения, и чтобы оттого глаз твой не сделался худым или немилостивым к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопьет на тебя, Господа, и будет на тебе грех. Дай ему взайме, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. Ты видишь, он говорит здесь, он описывает эту эмоцию, это особое чувство, скажем так, жадности сердца, потому что это чувство поднимается, я не дам ему, потому что, получается, я отдаю ему эти деньги, он просит в долг, а получается, ты просишь, чтобы я подарил тебе, я не готов, я огорчаюсь, я чувствую жадность сердца. И он говорит, что это не милостивое или худое око. И теперь мы понимаем эту фразу в Евангелии от Матфея, намного лучше мы понимаем. Есть еще одна ссылка, Писание, это притча, 23 глава, 6 по 8 стихе. Не вкушай пищу у человека завистливого. И буквально это означает, это человек, у которого худое око, завистливое. Не прищайся лаковыми яствами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Не шипей, говорит он, тебе сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, ты изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно. Другими словами он говорит здесь, что смотри, вот этот завистливый человек, да, он вынужден оказывать какое-то гостеприимство, он делает это, но внутри он ворчит. И в притче 23, 6 по 8 стихе, когда он говорит, «Еши, пей, сердце не с тобой, потому что он завистливый, у него худое око». И теперь ты понимаешь, что имеет в виду Иисус, когда он говорит, что если у тебя худое око, если ты жадный, завистливый, если ты идолопоклонник, потому что жадность и зависть – это идолопоклонство, тогда все тело твое будет наполнено тьмой». Другими словами, он говорит, «Ты можешь судить свою жизнь в Царстве Божьем, насколько ты просвещен, насколько ты открытый для того, чтобы жить под правлением Бога». Вот этим единственным критерием, единственный тест, какое твое отношение к деньгам. Я не знаю, как ты чувствуешь насчет этого, но мне это попадает прямо вот тут, в лоб между глаз. Иисус мог указать пальцем прямо вот так на что-то, что даже психологи сегодня признают. Это самый главный мотиватор в жизни человека, в сердце человека. С 19 по 21 стихи Матфея 6 Иисус говорит о маммоне, о сокровищах. С 22 по 23 стихи Он говорит о маммоне, когда мы видим, с жадностью смотрим. И на самом деле здесь мало места остается для тех вещей, которые от Бога, когда глаза твои – идол. Да, мы служим деньгам или маммоне не только тогда, когда мы начинаем уповать на богатство или держаться за свое имущество, но когда мы постоянно думаем о материальных вещах, когда мы видим их глазами своего ума, мы мечтаем о том, как моя жизнь улучшится, если бы у меня было вот это или то. И эти стихи – это то, как Иисус описал для нас, как нам нужно смотреть на вещи. И Он говорит, есть только два способа. Есть доброе око и худое око. Вот, а у тебя какой глаз? Какое твое око сегодня? И здесь, в 21 стихе, Он заявляет так, что где будет твое сокровище, там и сердце твое будет. Этим Он показывает, что то, что мы ценим, является основным мотивирующим влиянием на нашу жизнь. Помните, мы коснулись того, как даже наши мысли будут под влиянием нашего сокровища. То есть, что для нас сокровище? Наш взгляд на мир будет под влиянием того, что мы ценим. Даже вся наша этика, все наши принципы будут определяться тем, что для нас ценно. Вот почему мы должны ценить Его превыше всего. Посмотрите, например, Димаса. Это 2 Тимофею 4, 10. Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел. Он оставил меня. Он был членом моей команды, но он не смог остаться, потому что был мирской дух. Он возлюбил этот мир. В Луке 21, глава 34 по 35 стихи, Иисус интерпретирует здесь притчу о Сеятеле и говорит о том, как семя попало на землю с сорняками есть вещи, которые задушат Божье Слово в твоей жизни. Он говорит, смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отсекчались объедением, пьянством, заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. Это не притча о Сеятеле, я извиняюсь, может быть, это другой отрывок, но притча о Сеятеле также говорит об этих трех вещах, которые заглушают семя. Это заботы житейские, это обольщение богатством, а также другие пожелания, или желание иметь другие вещи. Богатство, оно очень обольщает. Мы должны ценить как сокровище Царство Божие и Иисуса превыше абсолютно всего остального. В Евангелии от Матфея 6.24 мы вернемся еще к этому, это очень серьезное заявление. Он говорит, никто не может служить двум господам, им бели одного будет ненавидеться, другого любить, и если ты служишь мамоне, ты ненавидишь Бога. Это очень сильное учение. Это учение бросает большой вызов. Потому что эти вещи, они действительно требуют от нас многого. Если ты служишь деньгам, имамоне, это абсолютно требует от тебя всего. Если ты служишь Богу, Он требует абсолютно всего от тебя. И если мы живем как материалисты, то мы живем как атеисты в таком случае. Но если мы живем для Бога, тогда мы являемся настоящими учениками Иисуса. Насколько велика эта тьма, и многие люди думают, что служат Богу. И их жизнь при этом мотивируема жадностью и желанием приобретать вещи. И мы с вами видим, что это в принципе выражает их отсутствие доверия Богу, тому, кем Он на самом деле является. Для многих людей сила их духовной жизни измеряется их отношениями с Богом. Но истина в том, что Бог смотрит не только на так называемую духовную сторону вещей, как ты поешь, молишься или прославляешь Его. Он смотрит на то, насколько истинно и насколько по-настоящему, и ты служишь Ему в своем сердце, потому что обольщение богатством и всего, во что ты веришь, что является ложным, что ты думаешь, оно даст тебе. Даже если в этой жизни ты получишь из-за богатства престиж, безопасность в этой жизни, достигнув этого момента, и в глобальной экономике сегодня это непросто, это сложно, но даже если ты сможешь, то здесь, на Земле, есть инфляция, экономический коллапс и ржа, но даже если это не произойдет, то на небесах это богатство точно не попадет туда с тобой. Стихи 25-34, он говорит дальше, подчеркивает бессмысленность того, чтобы заботиться об этих земных вещах. Представляешь, любовь к деньгам не является проблемой только богатых людей. Вы знали об этом? О, у меня нет денег, зачем мне об этом заботиться? Я их не люблю, так как у меня их нету. Я тебе что-то скажу. Может быть, твоего имущества немного, ты все равно можешь быть под контролем ОМОНы, потому что ты всегда заботишься и переживаешь об этих физических проблемах жизни. И знаешь, наш враг, он не против того, то есть будем ли мы копить себе богатство или заботиться и переживать о нем. Он не единственный, как бы следит за тем, чтобы оно доминировало в нашей жизни, чтобы наш, фокус нашего внимания был не на Господе. Поэтому он старается, чтобы отвлечь нас, нас и наше внимание в сторону от Бога. И в этом как раз таки мы видим последствия или применение этого слова «заботиться». 25 стих, 35, 31, 34, 25, посему говорю вам, не заботись. 31, и так не заботись. 34 стих, Матфея 6 глава, и так не заботись. Три раза. Иисус говорит в этом отрывке «не заботись». Греческое слово «заботиться» это слово «меримна». Переводится во многих местах как «не думайте об этом», «не переживайте», «не заботись в мыслях». Но это слово происходит от слова «меридзо». Греческое слово, которое означает разделить что-то чем-то другим, отделить это чем-то другим или разделить его с чем-то. «меримна» в буквальном смысле означает «разделить твои мысли». То есть он говорит, «не принимай этих беспокойных, отвлекающих тебя мыслей, которые разделяют твое мышление, твои мысли и отрывают тебя в сторону от Бога. Переживать об аренде это настолько же отвлекает, как и усилия по сбору богатства, по накоплению богатства». Иисус говорит своим ученикам, «ты не должен иметь такие мысли, которые разделены на какие-то там секции, участки, разные идеи там крутятся, ты в одной части головы думаешь, а в сегодняшнем дне, в другой части, а завтрашнем, потому что тогда ты не сосредоточен и твои мысли не направлены на Бога». Он говорит, «не отвлекайся на эти вещи». Помните Марфу, Луки, 10 глава, «Марфа, Марфа, Иисус, ты заботишься и суетишь со многом». А Мария избавала благую часть. У нее одна цель, которую она выбрала, она решила слушать Иисуса, принимать Его Слово. Я думаю, любой может тут повернуться и сказать, «А кто посуду-то мыть будет в таком случае?» Вы знаете, вопрос был не в этом. Они все обе были готовы помыть посуду. Вопрос-то не в этом. Дело в том, что она была слишком занята всеми этими материальными вещами и заботами, насколько она их видела, слишком была занята этим и не ожидала от Бога. Он не говорит здесь, что нам никогда не нужно думать, что нам есть, одеться, о здоровье. Нет, Он говорит, что не позволите этим вещам отвлекать вас от акцента на Божьем Слове. Его первая фраза, «Не забудься» в отрывке с 25 по 30 стихи, здесь Иисус дает нам четыре причины, почему ученики не должны быть разделены в своих мыслях и не должны отвлекаться. Во-первых, Он говорит, что в жизни есть что-то большее. Кто из вас хотел бы, чтобы у вас оно было такое понимание? На самом деле, это означает, что жизнь, она не зависит от этих вещей, не состоит из них. Иисус в притче рассказал, берегитесь любостяжания, потому что жизнь человека, мужчины, женщины, вообще человека, не зависит от изобилия его имущества. Жизнь, она не в том, что ты там себе приобрел. Смысл жизни более важен, чем это, чем имение. Ты не можешь судить свою важность балансом твоего банковского счета. Ты не можешь мерить важность свою перед Богом и в глазах людей по таким параметрам. Не позволь этому. То есть, может быть, они и судят тебя, какого размера твой дом, какие у тебя одежды, на какой машине ты ездишь, но жизнь, смысл в чем-то другом. Намного больше есть смысла в жизни, чем только это. Эти вещи, они, да, находятся где-то на периферии, в центре твоей жизни с Иисусом. Он знает, что эти вещи тебе нужны. Это тоже, как бы, он напоминает об этом, что оно, да, есть. Но помните, что Он тот, кто дал нам нашу жизнь. Он главный источник нашей жизни, и Он абсолютно обеспечитель всего, что связано с нашей жизнью. Он тот, кто нас создал, Он и обеспечит нас. Нам не нужно переживать, что у нас меньше, чем то, что нам нужно, как птицы. Мы должны искать себе еду, устроить себе гнезда, но так же, как птицы, мы увидим, что Он проследит за тем, чтобы у нас было все необходимое. Иисус не объясняет, как Бог нас обеспечит. Он просто указывает на этот факт и говорит, что Бог обеспечит вас необходимым. Жизнь состоит из большего, чем из этих вещей. Ты очень ценный в глазах Бога. Твой Отец Небесный так ценит тебя, и Он сотворил тебя как личность такой ценности, который не зависит от этих вот разных вещей. Во-вторых, Бог твой Небесный Отец. Если Он твой Небесный Отец, разве ты не думаешь, что Он будет обеспечивать своих детей? Все творение Он обеспечивает, тем более, не обеспечит ли Он вот такую часть творения, которая сотворена им по Его образу, ту часть своего творения, которую Он искупил во Христе, поэтому не забудься и не переживай обо всех этих вещах. Пусть они тебя не отвлекают, не принимай беспокойные, отвлекающие мысли об этих вещах. Мы являемся объектом Его заботы. Можно сказать, все творения являются объектами Его заботы, все, все творения, все люди являются объектами особой заботы. Вообще-то, мы являемся объектами Его экстра-специальной заботы. Если мы в Царстве Божьем, если мы можем заботиться о животных, как ты думаешь, неужели он о тебе не позаботится? Номер три. Такие заботы и такое отвлечение абсолютно тщетное. 27 стих говорит, кто из вас заботись может добавить себе хотя бы один сантиметр роста? Стать выше или ниже? Некоторые толкователи говорят так, что можешь ли ты хоть год жизни добавить себе или сделать свою жизнь длиннее? Заботьтесь заботы никогда ничем тебе не помогут. Вообще заботы переживания это грех. Он не говорит, что это неплохое предложение. Я бы не заботился, если бы я была на твоем месте. Нет, он говорит очень конкретно. Не заботись и не принимай таких мыслей. Такой уровень беспокойства это грех. Ты должен быть настроен против этого, как против любого другого греха. А также это совершенно бессмысленно и не имеет в себе никакой силы. Твои заботы чего ты добьешься, если будешь заботиться? Ничего не добьешься. Заботы показывают твое маловерие. Он так и говорит, те, кто об этом заботятся, проявляют свое маловерие. Вот реальная причина твоих проблем. Иисус не обвинял в том, что не было веры. Он сказал, вы маловеры, потому что вы не доверяете мне в своих физических нуждах, во всех нуждах. И так же, как Бог призвал нас доверять Ему о духовных нуждах, это вечное предназначение нашей души. Как вы думаете, разве Бог не призвал доверять Ему именно в обеспечении наших финансовых нужд, материальных нужд? Ты доверяешь Ему, что Он избавит твою душу из адского огня и что Он поставит тебя праведником в Его Царство вечно, как ты думаешь, о других деталях Он не может позаботиться по пути. Увы, маловеры. И теперь Он дает нам такое сравнение, просто невероятное. Он говорит, посмотрите на лилии полевые. Ни одна из них, ни одна из них не одевается одевается в прекрасную одежду. Каждый из них, как Кристиан Диор, Версачи. Забудьте об этом, Бог самый лучший дизайнер. Посмотрите на цветы вокруг себя и вы увидите. И Он говорит, что даже Соломон во всем своем царском величии не одевался, как они, а Соломон был самым богатым человеком вообще на земле когда-либо. Это разве не воодушевляет тебя? Верить Богу, что Он обеспечит тебе не просто обеспечить тебя скудно, но обеспечит тебя с избытком. Я верю в изобильное Божье обеспечение. Я верю в Божье изобилие. Вот такой уровень преуспевания, которое Он хочет дать. Изобилие. Но слово преуспевание в мыслях сразу как-то у тебя рисует этого демона, Бога Мамону. Не так ли? Поэтому иногда лучше использовать слово изобилие. И далее в стихах с 31 по 34 Он говорит не заботьтесь, не отвлекайтесь. И есть важный вывод. И Он говорит отличайтесь от язычников, потому что они стремятся или ищут этого. Другими словами, они порабощены этим, они в ужасе живут, им не на что положиться, на что они могут полагаться, на своих идолов, материализм. Это те вещи, которые можно увидеть, потрогать, в таком мире они живут, а мы должны жить по-другому, если мы призваны и называемся учениками Иисуса Христа. И Бог, конечно же, должен, проверяя наше сердце, увидеть, какое оно, что оно правильно, там, в корнях твоего сердца ты живешь по-другому, ты привязан к другому, твои желания, твои мысли о небесном, о горнем. И Он говорит, ты должен знать, что Бог знает. Во-вторых, Бог знает обо всех этих вещах, Он разберется и позаботится, тебе нужно узнать, как Он это сделает и что тебе нужно сделать, чтобы с Ним сотрудничать. Не так, что ты ожидаешь, что все произойдет, не прилагай никаких усилий с твоей стороны, но Он говорит, я хочу, чтобы ты сосредоточился на Моем Царстве, ищите прежде всего Царство Божье, Его праведности и все остальное приложится вам. Это Матфея 6,33. А все остальное это как побочный продукт, который приходит в твоей жизни, если ты так живешь ее полностью, абсолютно, во всем для Иисуса, для Господа Христа. И это великий вызов на горной проповеди. Мы должны поставить на первое место Божье Царство, мы должны искать Божье управление, каждой клеточкой своего естества превыше всего остального. И вот, когда мы это делаем, Бог обязательно проследит за тем, чтобы Он точно обеспечил нас во всем, что нужно для жизни, с избытком. И в завершение Он говорит о вере в будущем. Матфея 6,34. Он говорит, не заботись о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. И как тебе разобраться с завтрашним днем, это жить для Царства Божьего сегодня. Делай правильные вещи сегодня, завтра оно само по себе решится. Для каждого дня достаточно иметь бремен и забот. Бери, живи для Бога из глубины своего естества. Будь сфокусирован на сегодняшнем дне. Живи для Бога сегодня. Будь послушен Богу сегодня. Делай правильные вещи сегодня. И тогда Он говорит, что твой Небесный Отец Он позаботится обо всем. Не заботься, не отвлекайся, не фокусируйся на неправильном дне. Не переживай о завтрашнем. Завтрашний позаботится и решит все сам, потому что Бог позаботится об этом, если ты будешь следовать за Ним сегодня. И это такой вызов, вызов того, как нам жить свою жизнь в этом физическом измерении на земле. И Он обращается прямо к центральному вопросу, говорит о финансах, о деньгах и как мы должны ждать от Иисуса все обеспечение в нашей жизни. Но ищите Бога превыше всего. Ищите, во-первых, Его, в Его праведности. Вот что означает жить в Божьем правлении. Бог да благословит вас. Мы завершаем это занятие. Мы с вами вернемся. У нас будут продолжим с 7 главы Евангелия от Матфея. Мы встретимся и благословение. Я надеюсь, что вам понравилось это учение о Божьем Царстве сегодня и что вы пережили силу Божьего Царства в своей жизни. В конце концов, Царство Божие это единственное Царство, которое достойно того, чтобы его распространять, во-первых, в вашей жизни и потом через ваши жизни другим людям, которые рядом с вами. Мы вернемся с вами в следующий раз и продолжим наше учение о Божьем Царстве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова